МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! На дворе полдень, 2 ноября, на часах 13.00. А на ваших экранах в прямом эфире своего ТВ программа «Полдень». И вот что интересного произошло в этот день в российской и мировой истории. В 1878 году в бухте Тимбл-Тикл на Ньюнфаундленде обнаружен один из самых крупных на сегодняшний день экземпляров гигантского кальмара. У особи 10 щупалец, 8 обычных по 3,5 метра и 2 значительно длиннее до 15 метров. В 1938 году первые женщины в СССР получили звание Герой Советского Союза. Это были отважные лётчицы Полина Осипенко и Марина Раскова, которые осуществили полёт на самолёте «Родина» на Дальний Восток. Перелёт был очень сложным. На подходе к Новосибирску самолёт обледенел. Вышла из строя радиостанция, горючее в баках стремительно уменьшалось. Лётчицы с трудом посадили самолёт посреди болот. В 1964 году в Саудовской Аравии произошла судьбоносная смена власти. Вместо короля Сауда стал править его брат Фейсал. Новый король проповедовал более умеренный образ жизни, чем брат, который во время воезжей на курорты Европы тратил баснословные суммы денег, имел двух секретарей, которые разбирались исключительно с его наследниками и детьми, так как в его многочисленном гареме каждые 14 дней рождался ребёнок. При Фейсале же страна превратилась в сильную в финансовом плане страну. А вот в СССР в плане финансов всё было благополучно. Яркий пример тому 2 ноября 1988 года, когда в Советском Союзе повысили пенсию сразу на 40%. Но уже в 1991 году СССР не стало. И многое из того, что произошло в тот год, стало последним для большой страны. Так, например, 2 ноября 1991 года стал известен последний чемпион Союза по футболу. Им стал московский ЦСКА. 2 ноября православные христиане чтят память христианского святого Артемия. По старинному поверью, человек, рождённый в этот день, имеет защиту в виде матери-волчицы. Со 2 ноября к деревням могли приближаться волки, поэтому на Артемия нужно было быть очень осторожным. Волчий вой предвещал сильные морозы. Надеюсь, что сегодня мы его не услышим. Это «Полдень на своём». Мы начинаем. В первом блоке нашей программы вы узнаете. Границы Ставропольского и Краснодарского краёв, а также Ростовской области, теперь охраняет настоящий герой. В Красногвардейском районе открыли памятник Атаману Платову. Годовщина провозглашения России империей. О российской монархии поговорим с гостем в студии. Последние новости из мира экономики расскажет Анастасия Самойлова. А также поговорим о подростковой смертности и попытаемся записаться к ипатовскому неврологу. Всё это сегодня в полдня. Оставайтесь на своём и точно ничего не пропустите. Дань предкам. В Красногвардейском районе накануне открыли памятник Атаману Платову. Героический образ казака, участников всех войн Российской империи конца XVIII-начала XIX веков, теперь гордо возвышается на границе трёх южных регионов страны. На открытии побывала Ирина Ивановская. Атаман Платов спустя два с половиной века вернулся на то место, где взошла его звезда. Возле хутора Богомолов на берегу реки Колалы сошлись турецкий корпус более чем в 20 тысяч бойцов и тысячный отряд данских казаков. Здесь, на широких просторах Ставропольской земли, на границе трёх регионов, и установили памятник легендарному Атаману. С высоты почти 15 метров он смотрит на своих потомков. Однако и сам отлично виден с федеральной трассы. Нужно было высчитать масштаб, чтобы он хорошо держался. Он смотрится очень удачно, на мой взгляд. И очень приятно понимать, что мы справились с этой задачей. Не всегда бывает, что попадаешь в размер. В данном случае мы попали в размер, и он держит это пространство. И самое приятное то, что сюда стали ехать люди. В образе героического Атамана только русские академические традиции. Парадный портрет безо всяких излишеств. Создавать который помогали донские и старопольские историки, а также сотрудники Парижского музея. Над монументом вместе работали скульптор из Ростова-на-Дону, главный архитектор Ставрополя и председатель правления Ставропольского отделения Союза художников России. Решительный и смелый всадник с саблей в руках. Таким предстал перед современными казаками и гостями Платов. Мощи свои, мощи казачьи. И вы посмотрите, он не наклонил голову. Он смотрит вперед именно. Будущее. Во-первых, в таком хорошем месте, на возвышенном месте, ну, просто душа разрывается. От радости, что все-таки вот наш предок, наш донской атаман в Ставропольском крае. Ценность скульптуры весом в 3,5 тонны вовсе не в бронзе, а в прославлении отечества и казачества для будущих поколений. Мы, как авторы, постарались воплотить идею знакового места. Я думаю, что это место будет будущим местом притяжения гостей, жителей края, казачества. Он как бы объединяет весь тот большой исторический путь, который прошло казачество Юга России на этой земле. Вот когда стоишь здесь, на этом месте, вроде бы ветер и дует, и неуютно, а солнышко светит, а атаман осеняет своим славным удалым оружием и вдохновляет нас на будущие подвиги. Понимаешь, насколько символично отсутствие границ и наличие только горизонтов. Эта битва повлияла на ход русско-турецкой войны. Судьба России рождалась и на Ставропольской земле, которая недавно отмечала годовщину образования Азово-Моздокской линии. А для того, чтобы все это случилось в те далекие времена, необходимо было кровью стоять на рубежах нашей страны. Когда-то наши прадеды, пращуры стояли здесь для того, чтобы мы могли сегодня урожая собрать, море осваивать, олимпиаду проводить, для того, чтобы мы могли сегодня здесь жить. Это их заслугами. Мы вместе здесь сегодня живем. Кстати, собирали на монумент, можно сказать, всем миром. Удалось привлечь более 10 миллионов спонсорских рублей российского военно-исторического общества, граждан и организаций. Из краевого бюджета не было потрачено ни копейки. По традиции памятника светили. Казакам 21 века их легендарный предок пришелся по нраву. И теперь пятиметровая скульптура останется охранять рубежи от врагов на границе трех регионов. Ирина Ивановская, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. И еще об истории и памятных датах. 2 ноября 1721 года царь Петр I принял титул Петра Великого, отца Отечества, императора Всероссийского. А Россия стала империей. И в этот же день, в 1894 году, на престол взошел последний российский император Николай II. О важном периоде российской истории поговорим с нашим первым гостем, историком Евгением Аборским. Евгений, добрый день. Добрый день. Ну, такие две даты. Уж не знаю, случайно ли такое совпадение. Но тем не менее, вот этот вот век, можно сказать, даже чуть больше. Два века. Два века, да. Ничуть существенно больше. Два века российской империи. Все-таки, какое вот значение это имеет для нынешней России? Ну, скажем, что именно созданная Петром I империя является символом могущества России в целом. Потому что до Петра было множество разных событий. Но вот именно сильная Россия, которая присоединяла территории, которая фактически диктовала волю в Европе на протяжении всего XVIII века, которая победила Наполеона в частности, она ассоциируется во всем мире, ну, не только в России, у нас, именно с веком империи, который продлился чуть больше, чем два столетия. В XVII век, XIX и немножечко XX. И, конечно же, прозглашение империи Петром I является знаковым событием. Мы у нас в университете всегда уделяем внимание, как при изучении этих событий, потому что оно является одним из фундаментальных в централизации государства и в его существовании в целом. Ну, а все-таки, вот, скажем так, да, Петр I провозгласил Россию империей. Все-таки это больше повлияло вот именно на величие страны или реформы, или все это в совокупности? Конечно, в совокупности. Просто провозглашение России империей, а его императором, как мы можем сейчас сказать, укладывалось в общий европейский тренд абсолютизации власти. Потому что, если мы посмотрим на Францию, это не так далеко был Людовик XIV со своей фразой, «Государство – это я». И другие монархи, которые абсолютизировали власть. И, как правило, каждый из этих монархов оставил после себя сильное государство, в ту или иную степень потом развивавшееся. И Петр I заложил основы развития России, о которой мы говорим, ну, кто-то называет это вестернизация, кто-то говорит европеизация. Но вот этот вот симбиоз русских традиций, реформ Петра и аккумуляции власти в абсолютную монархию под именем император, оно как раз дало эффект в дальнейшем консолидации элит вокруг императора, дворянства, созданию новой мощной русской культуры, ну, то есть нового пласта, абсолютно ориентированного не только на внутренние нужды, но и на мир. Потому что та культура, которая создавалась в России в 18-19 веке, имеет неприходящее мировое значение. И реформы Петра в совокупности как раз это привели именно к тому, что вот мы знаем Пушкина, Лермонтова, и все знают Льва Толстого. То есть это все плоды как раз монархии. Да, да, это плоды как раз вот начала европеизации, и хоть это может быть и парадоксально звучит, но это начало вот той абсолютной власти, потому что все государства проходили через эту стадию. Кто-то потом свалился в революцию, как Франция. То есть можно сказать, что это было такой необходимостью даже в какой-то степени. Да, это с точки зрения истории, политологии, закономерный этап развития феодального государства. Все государства проходят этот этап, абсолютно. Возможно ли сейчас, в наше время, у нас есть, да, естественно, страны, в которых до сих пор монархия, в общем-то, правят монархи, да? Ну, точнее как, они, наверное, и не правят, да, например? Почему они правят? Они правят, но все равно функции, да, функции, наверное, все-таки не такие, как были в те времена. Нет, есть в Азии ярко выраженные монархи, вот, допустим, султан Бронея, который очень богатый, который диктует свою волю, да, вот. А если говорить именно о европейских странах? Европейские монархи, конечно, во многом, за исключением, может быть, княжества Монако и каких-то мелких, имеют уже представительные функции. Вот у нас здесь есть Николай II, который в ходе своего правления, собственно, и делегировал часть полномочий, как бы закольцовывая историю, новому представительному органу Государственной Думы. Но это не до конца сработало. А в Англии, допустим, да, в Великобритании королева Елизавета ныне опирается на уже 800-летнюю историю английского парламента, который, разумеется, за эти 800 лет значительно ограничил ее власть, но... При этом расширив свою... Конечно, да. Но у королевы является символом Великобритании. Она олицетворяет ее не только настоящее, но и прошлое, разумеется. И даже как символ монарх, в той же самой, одной из демократительнейших самых Великобритании, является очень важным элементом общественной жизни. Ну а вот в России все-таки, насколько сейчас возможно возрождение монархии? Ну это сложный вопрос. Сложный, сложный. В прямом смысле, я считаю, что в прямом, конечно же, контексте, то есть в прямом смысле не будет никакого возрождения монархии в ближайшее время. Все-таки уже демократические традиции у нас постепенно устанавливаются. Приживаются. Да, приживаются. Люди постепенно начинают уважать закон. А в законе четко написано, что у нас республика народная, власть принадлежит народу, народ-источник власти. Есть процедура выборов. Президент ей четко следует и не раз об этом заявлял. То есть, ну, таких признаков о том, что вот кто-то кому-то будет передавать власть по наследству, что она будет неограничена, пока нет. Но надо помнить, что русский народ, в принципе, соблюдает традицию уважения сильной власти, ну, что вполне сочетается с демократическими традициями в любой стране. Ну, а все-таки, вот если вдруг, мало ли как оно получится, мы не знаем, что будет через 20-40 лет. Если вдруг, вот, будет возвращение к монархическому строю в нашей стране, на ваш взгляд, даст ли это толчок к таким же реформам, которые были во времена Петра Первого, ну, естественно, учитывая наше время, наш технический прогресс? Все зависит от монарха. Если этот монарх будет видеть тенденции развития общества, видеть интересы народа и будет делать эти реформы в интересах народа и будущего развития общества, то, конечно, будет прогресс. Потому что, если мы говорим о Петре, Петр рвал вот ту старину для того, чтобы резко пойти вперед. И это сработало, да. Да, он не слушал людей, но он заложил основы стратегического развития. Он при этом сам знал четко, что он делает и как. Да, потому что у него была, в принципе, я думаю, программа у себя в голове, и он ее реализовывал, да. Если говорить о Николае Втором, ну, все мы знаем печально известную историю о том, как закончился строй, в общем-то, монархический в нашей стране. Если бы он продолжался, чтобы было, наверняка же, вот какие-то расчеты все-таки историки вели. Да, это называется альтернативная история. Ну, ситуация выглядит таким образом, что после февральской революции 1917 года, после свержения, шансов у него вернуться со своими полномочиями уже практически не было. Он мог остаться жив, если бы различные политические течения согласовали, и он спокойно уехал бы за границу. И жил бы, как бы, монарх в знании своей семьей. Но, вот, что касается его деятельности, если бы революции не было, тут сложно сказать, потому что очень много слилось факторов в одну точку, так называемую, и можно назвать, пользуясь термином синергетики, точкой бифоркации, когда множество мелких тенденций влияли на развитие событий. И сказать, что вот если бы их всех, это их все нужно убрать, и войну, и развитие, и бюрократизм, тогда бы можно было предположить, как бы развивалась Россия. А зная, ну, скажем так, характер фаталиста Николая Второго, некую покорность в судьбе, сложно предположить, что он бы решился на какие-то новые реформы, которые бы радикально изменили нашу жизнь. Евгений, спасибо большое. Ну, вот, лично для меня, например, очень много интересного я почерпнул из нашей беседы. Надеюсь, что и наши зрители точно так же узнали что-то новое, а может быть, вспомнили хорошо забытое старое. Ждем вас снова с интересными рассказами в нашей студии. Я напоминаю, что у нас в гостях был историк Евгений Амборский, о котором мы пообщались на тему имперского величия России. Российское мясо будут поставлять в Саудовскую Аравию. На Ставрополье приедет очень много туристов на ноябрьские праздники, а в Москве образовались самые бессмысленные, по версии некоторых СМИ, очереди за айфонами X. Когда ставропольцы уже вовсю селфятся на восьмую версию айфона. Самые последние экономические новости у Анастасии Самойловой. Настя, скажи, пожалуйста, сколько же будет стоить в полной комплектации вот эта яблочная продукция? Привет, Антон. Придется отдать 93 тысячи рублей за яблочный новый гаджет серии X в самой максимальной комплектации. Но это еще не все. Люди готовы не только платить такие деньги, они еще готовы выставить огромные очереди на московском холоде. Но об этом я расскажу чуть позже. Решение, выдавать ли вам кредит или нет, возможно, будут принимать на основе вашего профиля в социальной сети. Расскажу о новинках в сфере кредитования. Конец света ждут уже через две недели. Почему некоторые СМИ предрекают нам катастрофу? Ну и если все-таки конец света, то хотя бы мы успеем отдохнуть до этого. На Ставрополье едут туристы в преддверии ноябрьских праздников. У россиян, возможно, скоро появится новый документ – финансовый паспорт. Заемщики будут оценивать по платежкам за ЖКХ, поведению на дорогах и постам в социальных сетях. Банк России хочет перестать выдавать кредиты людям с большой долговой нагрузкой. Чтобы знать, что происходит с кредитной жизнью человека, предлагают, так сказать, прошерстить всю доступную информацию о нем. Это огромный массив сведений, который обычно остается за кадром заемщика. Ведь кредиты одобряют на основе справки о белых доходах и кредитной истории, а люди без кредитной истории вообще не могут подтвердить свою порядочность. Теперь Банк России планирует расширить свое свидомоленность о заемщике по базе по страховым взносам из пенсионного, по данным налоговой службы и судебных приставов. Сюда же подключат данные из социальных сетей, где бывает будущий заемщик, какой образ жизни ведет. Это все для полной картины. Поэтому планируется создать единое охранилище данных, где будет находиться вся информация о заемщике в расширенном виде. И самой бессмысленной очередью назвали СМИ очереди с людей в центре Москвы. Они в ближайшие сутки будут ждать появления в продаже нового айфона X. Люди рассказали о своем графике дежурства. 15 минут в очереди и 45 минут они греются в помещении. И таким образом сменяют друг друга. Напомню, что айфон X станет доступен для покупки уже 3 ноября. То есть ждать на улице в очереди осталось совсем недолго. И цена за устройство в максимальной комплектации составит без малого 93 тысячи рублей. Между тем, в Ставропольце словно горячие пирожки уже разметают айфон в восьмерку, не забывая делиться этой новостью в социальных сетях. Цена за мобильник около 67 тысяч в максимальной комплектации модели Плюс. Между тем, коллеги из разных федеральных СМИ сообщают о грядущем конце света. И не когда-нибудь, а в ближайшие две недели. Уже 19 ноября. Специалисты полагают, что именно в этот день к Земле максимально близко подойдет пресловутая планета X, известная как Нибиру. Якобы планета находится в Солнечной системе, но так и останется невидимой. Нестолкновение, а воздействие гравитационных сил. В результате начнутся катаклизмы и извержения вулканов и землетрясений. И поэтому все живое погибнет. Но мы посмотрим. Но до конца света, если он все-таки состоится, мы успеем отдохнуть. Мы четвертые во всероссийском рейтинге. На Ставрополье планируют отдохнуть сотни туристов на ноябрьские праздники. Первые три места рейтинга бронирования на ближайшие каникулы заняли Санкт-Петербург, Крым и Краснодарский край. Популярными курортерами Ставрополья остаются традиционно Кисловодский, Сентуки и Пятигорск, которые оказались на четвертом месте. Вернее, да, все верно я сказала. Ставропольский край оказался на четвертом месте. В среднем туристы бронируют гостиницы на 7-10 дней, отдавая чуть меньше 2000 рублей за ночь в номере. И к другим новостям. Почти 15 миллиардов рублей попросил федеральный Минэкономсвязь на интернет для больниц. Это позволит в отдаленных населенных пунктах пользоваться дешевым высокоскоростным интернетом. Сейчас же в регионе, где есть только спутниковый интернет, в месяц может уходить до 20 тысяч рублей на выход в глобальную сеть. Об этом говорил замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев. Доступный интернет, следовательно, регистрации на сайте Госуслуг, следовательно, снижение документооборотов. Такую рабочую схему в идеале представляют в министерстве. Госуправление в будущем будет с тремя нолями. Ноль чиновников, ноль бумаг и ноль задержек. Ноль чиновников, прежде всего, это машиночитаемые законы. Надо писать код, а не законодательство. Ноль бумаг – это превращение всего бумажного документооборота в электронную версию. И третье – это ноль задержки. Все должно работать онлайн. Идем дальше. Россия подписала Саудовской Аравии ветеринарные сертификаты на экспорт мясной и молочной продукции. Поставка может начаться через несколько дней. Россельхознадзор сможет сам утверждать предприятия в России, которые соответствуют требованиям страны-партнера. Ставропольский индустриальный парк «Мастер» – огромная площадка современных возможностей для предпринимателей. Технопарк появился в 2015-м на базе КАМАЗа автоприцепов. Предприниматели могут стать резидентами «Мастера», тем самым вывести бизнес на новый уровень. Низкая арендная плата при достаточно качественных площадях. На территории «Скипмастер» также есть площадки открытого хранения с подъездными путями и грузоподъемными механизмами и холодные склады. «Скипмастер» имеет удобное географическое положение, расположившись в самом центре Юга России на пересечении трасс Ростова-на-Дону, Невиномыска и Листы Краснодара и Мхачкалы. Развитая транспортная сеть, наличие железнодорожных путей, близость к крупным регионам и региональным промышленным предприятиям также является немаловажным преимуществом для наших резидентов. К услугам резидентов «Скипмастер» – грузоподъемные механизмы и энергоресурсы – вода, газ, электроэнергия. И сегодня у нас в гостях руководитель того самого предприятия «Скипмастер» Александр Станиславович Гордеев. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, давайте начнем с того, как дела у вас на предприятии. Все ли идет хорошо с момента, как открыли предприятие? Да, конечно же. Мы движемся поступательными шагами, расширяемся, производим реконструкцию, парк наполняется новыми резидентами. Ну, все течет своей жизнью. А есть ли какая-то информация, сколько резидентов сейчас активно работает на базе парка? Да, конечно же. На сегодняшний день на реконструированных площадях трудится порядка 34 резидентов. Кроме того, естественно, есть резиденты и на других площадках. Парк растет. А какие направления? Может быть, самые популярные направления? Может быть, самые непопулярные? Вот обо всем, что происходит в парке? Наверное, в силу особенностей Ставропольского края, здесь, конечно же, необходимо развивать направление сельскохозяйственной отрасли. Здесь у нас размещены, в этой части размещены у нас предприятия, которые заняты переработкой и ремонтом прицепной техники, оснастки. Есть предприятия, которые занимаются переработкой продукции, которая связана с сельскохимией, предприятия, которые перерабатывают полимеры. И, конечно же, строительные организации, строительные предприятия, которые занимаются производством строительных материалов. А есть какие-то ограничения? Вот, допустим, ты маленький бизнесмен, ты не можешь попасть в мастер или таких ограничений нет? У нас практически нет никаких ограничений. Единственное требование, чтобы предприятие работало, было официально зарегистрировано, либо форум собственности ООО, либо индивидуальный предприниматель. Площадки мы подбираем под требования каждого резидента. То есть он приходит, заполняет анкету, мы смотрим, что ему необходимо на его производстве, и под конфигурацию его производства формируем площадку. Все это делается за счет средств главного инвестора, который является собственником этого имущественного комплекса. И вот, собственно, почему люди к вам приходят? Они должны ощущать же какую-то государственную поддержку, да? Они же не просто приходят арендовать у вас площади, а еще хотят получить какой-то финансовый бонус. Ну, естественно. Главное, наверное, не только, чтобы мы просто банально сдавали в аренду производственные площадки. Здесь важна еще и поддержка, работа команды. Здесь, естественно, необходимо до резидентов доносить те формы, те меры поддержки, которые существуют в крае. Поэтому мы и сотрудничаем плотно с правительством Ставропольского края. Собственно говоря, это как раз в рамках того соглашения, которое у нас заключено. Поэтому и называется это частное государственное партнерство. У нас создан клуб инвесторов при участии в Министерстве промышленности, энергетики и связи. И на каждой из этих встреч приглашаются соответствующие представители фондов, министерств, ведомств, которые рассказывают нашим резидентам и, как говорится, в живой форме, как, куда можно обратиться, где можно получить ту или иную субсидию, льготный кредит. Такие резиденты у нас уже есть, которые действительно воспользуются теми мерами поддержки, которые имеются в крае и в федерации. А вот если... Ну, понятно, что такой парк, он очень выгоден для Ставропольской экономики. Но просто насколько это весомая выгода или все-таки это она неощутима? Ну, давайте начнем с того, что инвестор, главный инвестор уже на протяжении существования парка внес порядка 300 миллионов рублей в реконструкцию производственных площадей. Естественно, при участии правительства Ставропольского края, при участии в конкурсе Минэкономразвития мы получили федерации субсидию порядка 200 миллионов. Вот уже полмиллиарда инвестиций в Ставропольский край, в регион. То есть эти деньги остались здесь. Этими деньгами воспользовались те строительные организации, подрядные организации, которые, собственно говоря, и проводили реконструкцию на этих площадях. Это без налогов, да? Да, конечно. Это только не считая налогов тех, которые платят на сегодняшний день те предприятия, которые разместились на площадке. Здесь идут поступления во все уровни бюджета. Это НДФЛ, налог на прибыль, НДС, ну и так далее. А вот о сотрудничестве с иностранными коллегами. Они нас в счет ставят? Мы заинтересованы в них или они в нас заинтересованы? Ну, смотрите, здесь парк развивается по классической схеме. Естественно, сначала на площадку должны прийти малые предприятия, совсем, как мы говорим, малыши. Затем подтягиваются более крупные предприятия, у которых действительно уже есть стандартный технологический процесс. После того, как срабатывает эффект сарафанного радио, об этой площадке узнают, как говорится, другие регионы, узнают, собственно говоря, и иностранцы. А иностранцы могут узнавать откуда. Мы получили аккредитацию Минпромторге России, мы получили сертификат Ассоциации индустриальных парков. И вся информация, которую мы располагаем о наших площадках, мы эту информацию передаем в высшеназные организации. Для того, чтобы иностранные инвесторы могли понимать и знать, какая инвестиционная площадка будет им в дальнейшем более привлекательна. Кроме того, размещение резидентов на площадке, оно дает колоссальный энергетический эффект, предприятия между собой начинают кооперироваться. И когда на эту площадку приходит инвестор, и он начинает какое-то производство свое размещать, то этот иностранный инвестор, он уже получает глубокую, достаточно локализацию своего производства. Он получает поставщиков второго уровня. Ну, а вот если говорить, начиная с начала, сначала же к вам должны бизнесмены эти прийти, вот вы как руководители предприятия, вы их как-то заманиваете, или у вас настолько популярные площадки, что вы не нуждаетесь ни в рекламе, ни в чем? Вы знаете, я уже сказал, что да, мы развиваемся по стандартной схеме. Стандартная схема почему? Потому что аналогичная площадка, там создана уже в городе Набережной Челны, Республики Татарстан. На сегодняшний день там уже 25 иностранных компаний, начиная от Мерседеса и заканчивая китайскими компаниями. Поэтому о нас знают. Да, это хорошо. Александр Станиславович, спасибо большое вам. Интересная беседа, мы будем следить внимательно за развитием нашего технопарка. Спасибо вам. И к курсу валют на сегодня. Ну, собственно, Антон, вот такие экономические новости на сегодня, а других я расскажу завтра. Не забывайте. Спасибо большое, Настя. Было очень интересно. На самом деле, я вот стоял, слушал. Классно. Спасибо. Ну что же, к другим темам. Жуткая смерть 17-летнего подростка взбудоражила жителей минеральных вод. Трагедию, казалось бы, ничто не предвещало. Парень просто гулял вместе со своими знакомыми. Присел на скамейку, а встать не смог. У него остановилось сердце. Сотрудники Следственного комитета начали проверку. По предварительным данным, причиной смерти могло стать воздействие на организм неустановленного вещества, возможно, наркотического. Но точные данные станут известны, когда завершится экспертиза. Хотелось бы рассчитывать, что эта трагедия заставит подростков задуматься о взрослых, принять дополнительные меры к формированию у детей навыков здорового образа жизни. Ведь именно от этого зависит жизнь и здоровье, правильное развитие и становление важнейших личностных качеств у подрастающего поколения. Мы попытались связаться с Министерством здравоохранения Ставропольского края, пригласили в гости кого-нибудь из специалистов, чтобы обсудить эту тему и вообще узнать, насколько высока или низка смертность подростковая в нашем крае. Но, увы, к сожалению, никто из представителей Министерства здравоохранения в нашу студию прийти так и не смог. Ну, коль так, то будем разбираться сами, а пока что разберемся с тем, как, в общем-то, бывает в других медицинских учреждениях. Продолжаем нашу новую рубрику. Нередко жители нашей страны Ставропольского края, в частности, сталкиваются с проблемами, а иногда просто с хамством при обращении в различные социальные учреждения. И вот сегодня мы позвоним в поликлинику города Ипатова, попробуем записаться на прием к неврологу. Сейчас мы звоним в регистратуру. Ну, вот уже, как минимум, не берут трубку. Ну, вот, если захотите записаться к неврологу в городе Ипатова, в поликлинику, можете позвонить и послушать гудочек. Прикладываю. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, а к неврологу можно записаться? Нет, невролог у нас прием не ведет, поэтому записи нет, только к участковому терапевту. А почему невролог запись не ведет? В декретном отпуске у нас невролог. А как же мне быть? У меня позвоночник болит очень сильно. Ну, в нашем докторе есть, а у нас только к участковому терапевту. А в нашем докторе это платно, наверное, да, там? Ну, наверное, да. А только вот так вот, да, в общем? Ну, нет у нас невролога, да. Только к терапевту могу направить, он посмотрит, что там скажет, направление напишет, может, на Ставрополь, не знаю. А к терапевту как записаться, подскажите? Участковый кто у вас? Ой, я, честно говоря, даже не знаю. Ну, а адрес какой? А записаться... Ленина 13 у меня адрес, а записаться онлайн можно у вас? Ну, можно через интернет, да. Через интернет, да. Через интернет, да. Тоже можно, да, записаться? Можете, можете. Можем мы записать, можете сами через интернет. Как вы хотите. Ну, хорошо, попробуем через интернет. А терапевт мужчина или женщина? Женщина. Женщина, да. Я могу вас записать сейчас, на следующую неделю к ней. Или вы будете через интернет писаться? А на завтра никак, да, только на следующую неделю? Сейчас я посмотрю, минутку. Так, да, на завтра все занято к ней, только на вторник. А, даже на понедельник нельзя? В понедельник мы работаем по субботе, там перенос праздника, поэтому она не принимает в понедельник. Ага, праздничные дни, я понял. Ну, хорошо, спасибо большое, я тогда через интернет, наверное, попробую записаться. Спасибо большое. Ну, вот так вот, в общем-то, получилось. Получилось у нас записаться, можно было сделать это и по телефону, можно сделать через интернет. В общем, Ипатовская поликлиника молодец, но есть одно большое. Но то, что получилось записаться только к терапевту, увы, невролог, к сожалению, в Ипатовской поликлинике не принимает. Но не принимает по хорошей причине декретный отпуск, это, наверное, всегда хорошо. Продолжаем. Во втором блоке полдня вы узнаете, кто такие анонимайзеры и почему их запрещают. Разберемся вместе с гостем в студии. Кроме того, вы узнаете, почему и для чего в Ставрополе может появиться так называемый зеленый щит, а также почему падают балконы. А еще к нам в студию придет самый настоящий волшебник. Не пропустите это и многое другое во второй части полдня. С 1 ноября в России вступил в силу закон, позволяющий блокировать сервисы, позволяющий обходить блокировки в интернете. VPN, Tor, анонимайзеры и встроенные сервисы браузеров. Наговорил сейчас много непонятных слов. Что ж, будем разбираться, что все это значит с нашим гостем, руководителем интернет-редакции телекомпании «Свое ТВ» Алексеем Форсиковым. Алексей, привет. Привет. Леш, ну расскажи, пожалуйста, вот наговорил я сейчас, правда, кучу слов, даже для самого себя непонятных, тем более для наших зрителей. Что такое вот эти вот анонимайзеры и прочие штуки? Значит, смотри, анонимайзер – это такая штука, которая позволяет тебе скрыться в интернете, не показывать свое местоположение, может быть, там, реальное имя, речь, ну, скорее всего, в общем, местоположение и страну. Таким образом? Это какая-то программа или что это? Это программа, которая подменяет твой IP-адрес местный на другой, который там из другой страны и позволяет тебе ходить, например, на заблокированные сайты. То есть я могу зайти на заблокированный сайт под другим IP-адресом? Ты можешь представиться, как будто ты, допустим, из Германии или из США и спокойненько заходить на заблокированный в России сайт. А если вдруг меня захотят по этому поводу каким-то образом привлечь, соответственно, привлекать будут человека под IP, которого я зашел. Закон будет работать так, что, скажем так, напрягать будут анонимайзера, сервис, который это предоставляет, но не тебя, потому что тебя поймать, в принципе, сложно. И, собственно, этот закон запрещает обходить запреты. Почему запрещает? Вот тут вообще вопрос не ко мне, но, собственно, механизм таков, что если ты пользуешься сервисом, который скрывает твое имя, что-то такое, и об этом узнает твой интернет-провайдер, то этот интернет-провайдер обязан будет закрыть этот сервис у себя, чтобы ты им не мог подпользоваться. То есть условный Ростелеком какой-нибудь? Или условная зеленая точка обязана заблокировать сервис по скрытию тебя. Для чего? Что это даст? Ну, вроде как, если вот... Это защищает меня как пользователя, или это защищает провайдеров, или это защищает государство? От того, что граждане государства не ходят на запрещенные сайты, не смогут туда ходить, точнее. Я так понимаю, вот с 1 ноября это все уже вступило в силу, но... Механизм непонятен как, потому что куча протоколов, которые это позволяют делать. На этих протоколах основан, в принципе, интернет, и как это запретить, ну, технари не понимают этого. Вот, подожди, я понимаю, что такое протокол, и давай объясним это нашим телезрителям. Вот смотри, допустим, VPN, вот. VPN, что такое VPN? Так. У тебя есть дома компьютер, который подключен к сети провайдера. К локальной, да. А VPN позволяет тебе подключиться как бы к другой сети, которая находится за границей. И, соответственно, таким способом... Для провайдера это прозрачно, для тебя это прозрачно, но теперь это незаконно. Ну, почти. Но таким способом можно было сидеть на закрытых сайтах. Это один из способов отхода за закрытых сайтов, да. Браузер Tor — это многопользовательский сервис типа торрентов, который позволяет тоже скрываться в интернете и тоже ходить на запрещенные сайты. Ну, в принципе. Но это больше для анонимности было сделано. Вот все вот это можно назвать одним словом анонимайзер, правильно? Анонимайзер — это третья штука, которая... Это, в принципе, это все для... Вот я говорю о том, что он подставляет тебя, как будто ты не ты. То есть это другой способ, да? Это третий способ, да. Как, в общем-то, обойти все эти штуки. Ну вот смотри, я честно не понимаю, зачем запрещать обходить запреты, потому что и так ведь найдется способ этот запрет обойти. Я, наверное, человек скучный, устаревший. Я хожу на один запрещенный сайт в России. Это можно говорить в эфире, да? Это сеть профессиональных контактов, LinkedIn называется. Она почему-то запрещена, ну потому что этот сервис не стал хранить данные россиян в России. Ну как бы никто не умер от этого, ну не хранят данные. И непонятно, почему не беспокоятся люди о том, в Роскомнадзоре, в тот же... Роскомнадзор, прости, пожалуйста, честно говорю. О том, что, допустим, россияне хранят данные в китайских магазинах свои, вводят свои паспортные данные или что-нибудь такое. Ну это никто же не умер от этого, опять же, да? Но беспокоятся. А туда вот нельзя, допустим, необычному человеку. Так, Леш, ну вот я знаю, что ты, в принципе, да, вот в этом во всем, как рыба в воде. Скажи, пожалуйста, вот в других странах, как вот с этим вообще обстоит дело? Ох, ну смотри, я же был в США, там с этим вообще строго, там если нельзя, то нельзя. Там люди законопослушные. Там сайты не блокируют, во всяком случае. Ну люди пытаются вот искать, обходить вот эти вот пути как-то... Я не спрашивал. Или там вот если нет, то нет. А вот у нас русская душа... Вопрос не возникает такой, что там явно запрещено, что-то явно нельзя. Люди просто этого не делают. Нельзя – не делают. Я там спокойненько скачивал, допустим, сериалы. Более чем в Нью-Йорке, там торренты работают, допустим. Ну то есть закона, точнее запрета на обход запрета, там, наверное, такого нет. Точно нет. Но это именно что касается США. Да, ну пока в других странах не было, вот опыт... Китайский, великий китайский интернет, опять же, там вообще запрещено все. Там у них свой маленький фейсбук, свой маленький интернет. Южная Корея, Северная Корея, где вообще ничего нет. Иран, там запрещен фейсбук, запрещен... Почти запрещен телеграмм, нет мессенджеров, ну вот... Скажи, пожалуйста, вот все-таки, ну если рассматривать это все в таком глобальном масштабе, даст ли вот этот запрет на обхождение запретов какой-то эффект, какой-то результат? Или все равно вот нашему русскому человеку, как бы, чем больше запретов, тем больше он их будет обходить? Чем больше запрещаешь, тем больше хочется, да? Ну опять же, я скучный, заколопослушный, один сайт, да? Я вот, честно, не верю, что вот в этом... В сети ТОР или в ИПНом какие-то там пользуются наркоманы, или кто ищет наркотики, оружие, там еще что-нибудь украсть, или что-нибудь незаконное. Ну не столько этих людей, чтобы так это запрещать. Вот это мое мнение. То есть, в общем-то, можно было и... Да и вот, по большому счету, сайт это, ну... Да, плохие сайты это торгуют наркотиками, или там еще что-то похуже, да? Это плохо, надо в любом случае запрещать. Ну а эти вот LinkedIn, ну что тут такого-то, ну блин? Ну ничего вредного, да? Не ничего вредного, абсолютно. Спасибо большое. Напомню еще раз, у нас в студии был главный редактор нашей интернет-редакции телеканала «Свое ТВ» Алексей Форсиков. Мы поговорили об анонимайзерах и прочих запретах в сети интернет. Продолжаем. Какие деревья Ставрополя попадут под особую охрану сегодня, решали эксперты и местные жители. В музейно-выставочном комплексе «Моя страна, моя история» прошли общественные слушания по проекту «Зеленый щит». Это народное название федерального закона о лесопарковых поясах. Документ позволит выделить вокруг каждого города особо охраняемую зону и защитит ее от вырубки. Анастасия Зубрицкая продолжит тему. Лариса и ее дочка Валя пришли на общественные слушания по формированию «Зеленого щита» Ставрополя со своей проблемой. Почти два месяца назад они вместе с другими жителями улицы Соборной и Краевого центра самостоятельно встали на защиту от вырубки полос леса, которые расположены возле их домов. Люди получили уведомление о том, что на месте «Зеленой зоны» построят дорогу. Под угрозу тогда попали 10 тысяч деревьев. «66, 67, 68, 69, 70». Чуть позже в администрации сообщили. Разжигания на вырубку зеленых насаждений и строительство дороги на этом участке не выдавали. Однако это покушение на многолетние деревья, говорит Лариса, далеко не первое. И все это время, рассказывает, их приходилось защищать самим. Не первый год. Изначально у нас хотели другие лесополоски, то есть дороги тоже хотели открывать эти все. Мы боремся, надеемся, что когда их поставят на кадастровый учет, что все это будет защищено законом. Я тоже переживаю за это. Мы все же там гуляем. Мы любим дышать свежим воздухом. Мы не хочем сидеть в каких-то газах и не дышать им. Окончательно поставить точку и защитить деревья от вырубки, но уже по букве закона, уверены активисты, поможет законопроект «Зеленый щит». Внести в том числе и эти полосы в щит Ставрополя уже предложили эксперты ОНФ. Там только 17 гектаров лесных полос на этих участках должны будут быть защищены. «Зеленый щит» — это народное название федерального закона о лесопарковых поясах. Он вступил в силу с 1 января этого года. В документе предлагается, чтобы вокруг каждого крупного города страны выделили особую зону с ограниченным режимом природопользования. Деревья, которые войдут в нее, пересчитают и защитят от вырубки. Законопроект приняли по инициативе Общероссийского народного фронта. Его автором стала Ольга Тимофеева. «Что он предполагает? Что в каждой территории, в каждом субъекте, крае или области могут создавать так называемые «зеленые» пояса вокруг любых крупных городов. То есть это вся растительность, городские леса, федеральные леса, на которых запрещено вырубать, строить. Есть только одна лазейка — построить для социальных нужд. Ну, если, к примеру, нужна поликлиника или дорога, но при условии тотальной компенсации, вырубил, посадить такое же дерево в таком же объеме». Всего же в «Зеленый щит Ставрополя» только эксперты ОНФ предложили внести больше 4000 гектаров леса или 245 территорий. Это парки, скверы, полосы и небольшие лесные массивы. Все они расположены внутри и вокруг города. Эти предложения уже рассмотрели в общественной палате, назначили слушание. Добавить к перечню свой «зеленый участок» здесь мог каждый участник. После уже дополненный список общественная палата передаст в Краевую дому. С учетом безобразного поведения, так сказать, застройщиков, представителей, кое-кого из представителей власти, количество лесонасаждений сокращается, вырубается бесконтрольно. И, конечно, это нужно положить конец. Почему на самом деле эта тема родилась еще несколько лет назад? Потому что мы просто все разбазарили, вырубили, передали в частные руки. И сегодня ситуация встает достаточно сложная. Через несколько лет, если мы не создадим защитные пояса вокруг крупных городов, где есть промышленность, где есть большое количество направлений, мы просто не сможем дышать, потому что у нас не будет природы, которая будет воспроизводить кислород. Все очень просто. В планах такие «зеленые щиты» создавать и в других крупных городах края, в первую очередь вокруг курортов. Между тем, «щиты» уже защищают четыре города страны. Еще восемь сейчас, так же, как и Ставрополь, в процессе подготовки. Стоит отметить, что даже после того, как окончательный список охраняемых зеленых насаждений сформируют, его можно будет дополнить. А вот сократить, напротив, нельзя. Анастасия Зубрицкая, Николай Попов и Константин Шелябин. Ставропольское телевидение. Аварийные балконы – это не только некрасивый фасад здания, но и прямая угроза для жизни и здоровья людей. Чаще всего за их ремонт отвечают управляющие компании. Однако балкон, о котором мы вам сейчас расскажем, так и не был признан аварийным. И потому никак не ремонтировался. Но все же обрушился прямо на тротуар. Почему и кто в этом виноват, разбиралась Инга Песковацкая. Эй, гражданина, ты туда не ходи. Ты сюда ходи. А то снег в башка попадет. Совсем мертвый будешь. Эта фраза знаменитого кинофильма «Джентльмена удачи» звучит актуально и по сей день. Причем даже, когда речь идет совсем не про снег, а про опасные балконы. А вот и видеодоказательства. Эти кадры на улице Гражданской Ставрополя снял один из сотрудников своего ТВ. Монтажер Сергей Копылов. Всегда, когда хожу под балконами, боюсь, что может такое случиться. Смотрите. Металлическое ограждение балкона рухнуло прямо на тротуар. К счастью, прохожих рядом не оказалось. А ведь в соседнем здании находится детский сад. По словам старшей по дому, отвечать за состояние балкона просто некому. Это место общего пользования в коммунальной квартире. Там находятся три хозяина. Ну, из них один квартирант, одни хозяева уже семь лет в Москве проживают, пустую стоит. И в третьей квартире мальчик с армией пришел, только за это самое заселился жить сюда. Печально, но и другой балкон находится в удручающем состоянии. И кто должен исправить ситуацию, непонятно. Раньше дом принадлежал заводу «Красный металлист». Потом предприятие закрылось, а жилое здание, муниципальную собственность так и не перешло. Он не стоит на балансе в городе, потому что он не был сдан в эксплуатацию. Не был сдан в эксплуатацию еще заводом из-за подземных вод. Выходит, домом просто некому управлять. Из-за отсутствия документов жители не могут нанять управляющую организацию или же участвовать в программе капитального ремонта. Однако именно они несут ответственность за состояние здания. Все у нас балконные плиты и ограждения отнесены к общей долевой собственности. И содержание и ремонт выполняются за счет средств собственников. То есть в многоквартирном доме собственники, когда выбирают управляющую, к примеру, компанию или ТСЖ способ управления, то они в рамках договора управления утверждают размер платы на содержание и ремонт и предусматривают те или иные работы. Вот и получается замкнутый круг. Дом никому не принадлежит. Никто, кроме жителей, решить проблему здания не может. А в нем живут в основном пенсионеры и квартиранты, которым совсем не нужны дополнительные траты. А пока проблема не решилась, ходить вдоль печально известного здания лучше с большой осторожностью. Подробнее об этой странной ситуации мы расскажем в одном из ближайших выпусков программы «Азбука ЖКХ». Она выходит по вторникам в 20.15. Осторожно, пес! Может упасть в балкон! Инга Песковацкая, Владимир Ходорев, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Иногда, как балконы, наголову на нас сваливаются неприятные новости. Мы, журналисты, особенно переживаем, когда такие новости касаются наших коллег. Как это недавно было с журналистской «Эхо Москвы» Татьяной Фельгенгауэр, на которую напали прямо в редакции радиостанции. Сегодня, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, мы поговорим на эту тему с нашим гостем, главным редактором газеты «Ставропольские ведомости» Александром Александровичем Емцовым. Здравствуйте! Здравствуйте! Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, в вашей жизни, в вашей практике случались ли какие-то такие моменты, когда нарушали закон против журналистов, может быть, против лично вас? Практика большая, конечно, случались, естественно. Мне кажется, довольно интересное название этого праздника. Простой очень день защиты журналистов, по-хорошему должен быть. Ну да, формировка громоздкая. Такое красивое очень прекращение безнаказанности против. Ну, наверное, она точная, потому что действительно безнаказанность, она имеет место быть. И я знаю, по своим случаям, когда у меня машину, например, сожгли, и до сих пор уже прошло три года. И до сих пор тихо. Ничего, да? Крайних нет, следствие не закончено. Поэтому это точно формировка безнаказанности. Вообще, мне кажется, вот почему это происходит все, да? Вообще-то после шахтеров журналисты на втором месте по опасности. Это общепризнанная такая штука, об этом все говорят. Сначала шахтеры, потом мы, по количеству опасных ситуаций. А происходит потому, что людям крыть нечем. Вот те, которые с нами борются, им просто крыть нечем. Они не могут выстроить ту аргументацию, те доказательства привести, которые мы приводим в отношение этих людей. Ну и тогда уже, конечно, пускаются во все тяжкие. То есть, ну, одна сила это правда, которая есть у журналистов, а другая сила это вот те, какие-то незаконные вещи, которые... Это все правильно, потому что крыть нечем. Говоришь, пожалуйста, вот любой человек может прийти в редакцию и свою точку зрения мы изложим. Любую точку зрения, вот если мы кого-то подвергаем критике, пожалуйста, приходи, расскажи, мы зафиксируем... То есть это не в одностороннем порядке, естественно, конечно. Нет, этого нет, к сожалению, хотя законом это предусмотрено, и мы не имеем права даже по закону отказать. Законом предусмотрено, а человек вот в такие вещи пускается. Мы, конечно, догадываемся, кто этими вещами занимается, но не пойман, не вор, как говорится. Ну, скажите, пожалуйста, вот все-таки, если журналист попадает в какую-то неприятную конфликтную ситуацию, вот знаю, что, в общем-то, и у нас в редакции тоже периодически такие ситуации случались с нашими корреспондентами, выражали и преследовали. Как действовать, как быть, что делать, на что опираться в первую очередь? Ну, на глаз, действительно, закон. Сначала об этом надо сказать вслух, я думаю, что это самое лучшее лекарство таких вещей. Это обнародовать то, что есть. А второй закон. Есть органы, которые, ну, которые, конечно, не идеальны, к сожалению, наши органы в этом плане. Вот, ну, я всегда говорю такие простые вещи своим и коллективе, и студентам, когда приходится. Если ты уже информацию выдал, ты уже никому не нужен. Вот ты ее выдал. Если ты ее держишь в себе, там, и ходишь сомным видом, там, кого-то пугаешь, там, и шантажируешь, не дай бог, тогда тебе достанется. Это самый последний путь, на который становятся журналисты. А если ты ее выдал, то ты уже можешь беспокоить. Хотя сумасшедших полно. Пожалуйста, с эхо Москвы яркий пример. Сумасшедшие. К сожалению, у нас очень большой процент по заключениям психиатров сумасшедших. Тем не менее, у нас буквально тоже не так давно, может быть, чуть больше месяца назад была ситуация. У нас съемочная группа возвращалась с задания, со съемок. И преследовал, очень долго преследовал автомобиль, потом, в общем-то, на заправке тот водитель, который преследовал, вышел, начал угрожать, сыпать оскорблениями. Вот журналисту, как быть, что делать в этой ситуации, помимо того, что апеллировать законодательством? Ну, а что я могу посоветовать? Стрелять в него нельзя и нечем, да? Вот, ударишь, сам водишь виноват. Только обращаться, куда нужно. Ну, вот, если, допустим, мы работаем на телевидении, да, нам, наверное, немножко попроще, можно включить камеру и все это дело снимать. Нужно ли это делать? Я думаю, да. Ну, по ситуации, смотри, здесь очень трудно. Если нет камеры, нужно ли снимать это на телефон таких людей? Очень трудно, значит, дать рецепты в этой ситуации, потому что очень ситуация будет, как правило, нестандартная. И можно, наоборот, включив камеру, вызвать такой поток на себя. Спровоцировать еще сильнее. А можно, наоборот, человека успокоить этим. Потому что это по месту нужно смотреть. И я думаю, что вот меньше всего, мне кажется, нам нужно думать об этом. Потому что если ты выбрал эту дорогу, ну, вот, если тот же шахтер будет думать каждый раз, что на него там упадешь, что-нибудь сверху, да, ну, что ему там делать за бой? Та же ситуация и здесь. Если ты будешь об этом думать, лучше не думать. Лучше не думать и не печалиться. Хотя вот есть такая дация, вернее, есть такой, такой, так сказать, вот, день, так сказать, ну, трудно назвать праздником. Ну, да, праздником вряд ли назовешь. Есть дата, есть такой день, который привлекает внимание. Вообще, вот я сегодня зашел в наш Ньюсрум, редакционный, я говорю, поздравляю вас с таким-то праздником. И в ответ такой игривый голос одного из корреспондентов. А подарки будут? Вот нам нужно признание. Вот, журналисту нужно признание общества. Если будет признание, уважение общества, меньше будет вот такого рода выходок. Я думаю, это самое главное. Что нам не хватает пока у нас сегодня? У нас же во всем виновата пресса. Чущество, крайняя пресса, это они такие нехорошие, там, разожгли, они там делали то-то, они там то-то сделали. А если у нас будет признание, уважение достойное общества, этих сумасшедших будет меньше. Они не будут в нас видеть крайних. Ну а все-таки, вот, иногда так бывает, что преступления по отношению к журналистам происходят именно по профессиональной деятельности, да, в результате профессиональной деятельности. Журналисты, ну, чего скрывать, знают, что за тот или иной материал что-то такое может быть. Все-таки, вот, нужно быть смелым и ничего не бояться, или все-таки жизнь дороже? Не думать об этом. Не думать об этом. Вот, когда у меня всегда была с машиной, Опер, почитал мою газету и сказал, я примерно по 40 стадиям могу допустить, что тебя могли преследовать. По 40. То есть машину сожгли за какую-то из... Да, 40 вариантов у него возникло. Ну, говорю, а 40 это бесконечность, это невозможно. Ты не докажешь ничего никому. Я думаю, не оглядываться. Просто не думать и делать хорошо свою работу. Это важно, чтобы мы все-таки завоевали такую авторитет в обществе, уважение достойное. Чтобы действительно было поднять на руку на журналист, все равно нужно поднять руку на ребенка. Это очень важно, наше время от этого добиться. Спасибо большое. Напомню, у нас в студии был Александр Александрович Емцов, главный редактор газеты «Ставропольские ведомости». Вы поговорили на тему международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Вот есть такой день, пожалуйста, не обижайте нас. К другим темам. Вчера одна половина ставропольцев была довольной, а другая хмурой. Причиной тому первый относительно обильный снегопад в нашем регионе. Чего нам ждать от погоды в ближайшее время, вы узнаете прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова С первым снегом сразу захотелось, конечно же, тепла и Нового года. Ведь именно в Новый год особенно чувствуется теплота в общении между людьми. Это единственный раз в году, когда мы, не стесняясь, поздравляем друзей и вообще всех вокруг, одновременно всей страной считаем 12 и стараемся проводить время вместе. Потому что вместе теплее. Именно так называется проект Фонда социальной поддержки населения Ставропольского края. Ну а подробнее о нем нам расскажут наши гости. Мария Бондаренко, специалист Фонда социальной поддержки населения по связям с общественностью. И главный друг всех Ставропольцев. Не побоюсь этого слова. Ничего, что только 2 ноября. Дедушка Мороз, привет! Как бы я тебя ждал. Здравствуйте, Боряк. Ну, дедушка, ты не против, если мы сначала с Марией пообщаемся? Конечно, конечно. Ну, наверное, сначала попрошу вас все-таки рассказать вот об этой акции, которая называется «Вместе теплее». Правильно? Да, все правильно. Что за акция? Это благотворительный новогодний проект, называется «Вместе теплее». В нем могут принимать участие все жители Ставропольского края. В чем его суть? Самая главная особенность этого проекта, это является, любой желающий участник может связать или сшить пару варежек. То есть главный атрибут Нового года. И зимы. Дедушка, ты тоже будешь участвовать? Да, потом я вместе с членами жюри определим 10 самых ярких, самых красочных, самых интересных, креативных работ. И пригласим им на новогодние мероприятия, где я вручу подарки на варежковом утреннике. И победители получат какие-то призы. И получат призы, да. Почему именно вот такой символ варежки? Это символ русской зимы, символ вообще нашей. Тепла, уюта, да, Дедушка Мороз? Тепла, да. А как появилась такая идея? Идея возникла, в принципе, так внезапно. Дедушка Мороз как бы был инициатором всего этого. Мы уже поддержали этот проект. И самое главное, еще хочется дополнить, что этот проект будет проходить в два этапа. Самое главное, чтобы конкурсанты внимательно нас сейчас послушали и услышали. Вот можно тогда прямо в эту камеру рассказывать. Да, хочу рассказать то, что первый этап проходит с сегодняшнего дня, то есть со 2 ноября по 15 декабря. Все участники шьют, либо вышивают, вяжут пару варежек и отправляют по адресу город Ставрополь, улица Лермонтова, 206А, кабинет 107. Там находится наш фонд, то есть мы будем принимать все эти ваши творческие работы, фотографировать, выкладывать в социальные сети фонда, а также на официальный сайт нашего фонда. После всего принятия этих всех творческих работ с 15 по 20 декабря, как сказал наш Дедушка Мороз, он будет смотреть все работы вместе со всеми членами жюри и уже подводить итоги. Поэтому принимайте участие, участвуйте. Все-таки творчество, добро и благотворительность, как бы оно объединяет весь этот наш благотворительный проект. Принимайте в нем участие и следите за новостями, обязательно. Я правильно понимаю, что можно не ограничиваться одной парой перчаток, то есть варежек? Конечно, только может. Я думаю, что они все будут разные, интересные и красивые. То есть насколько, в общем-то, хватит творчества, столько можно... У нас уже заготовлены большие машины, чтобы можно было перевозить их. Куда потом вот те варежки, которые на конкурс жители города и края принесут, отправят? Что потом будет с этими перчатками, с этими варежками? Угу. После того, как будут подведены итоги, все варежки остаются у нас в фонде у организаторов и будут принимать участие они на открытой выставке, ярмарке, где каждый желающий, Ставрополец, может прийти и посмотреть эти перчатки, варежки, сфотографироваться с ними и, может быть, даже приобрести себе на память понравившуюся. А, даже так? Даже так. А цена? Кто будет устанавливать цену? Изготовитель? Пока все это идет как бы в процессе рабочем, как только все вот эти нюансы будут известны, смогут посмотреть, опять-таки, на сайте нашего фонда, там будет написан анонс о данном, да, открытом, открытой выставке, и там все будет прописано и написано. Так что смотрите. Обязательно будем следить за ходом акции и, конечно же, будем освещать ее на канале Своё ТВ. Дедушка Мороз, ну не могу не спросить, что же ты нам приготовил в этом году в новогодние праздники? Что-то уже можешь открыть нам какие-то секреты? Я приготовил вам, конечно же, много снега, радости, холод крепкий такой, чтобы дети могли играть в снежки, в снежные городки там строили. Ну, конечно, много радости, веселья и много-много подарков. А письма-то уже можно тебе писать? Письма мне пишут уже целый год, и мы со Снегурочкой уже давно читаем их, отбираем самые лучшие, которые мы потом, может быть, у вас здесь на телевидении, зачитаем в прямом эфире. Вот. И... Дедушка Мороз, ну я вот помню, что в прошлом году ты ездил по разным-разным районам нашего края, везде-везде побывал. В этом году куда-то отправишься или будешь в Ставру? Конечно же, отправлюсь. Будет много тоже поездок по нашему родному Ставрополью. Всех детей порадуем мы своим присутствием на елках, проверим, готовы ли елочки к Новому году. Сели, приготовились вообще к Новому году. Дедушка, ну и еще один вопрос. Ну вот не могу не спросить, с детства мучает. Ну с Новым годом разобрались. Лето-то как ты провел? Лето провел в работе в своей пещере, за чтением писем, за подготовкой к Новому году, подготовкой подарков для детей. Вот так мы... Чтобы все остались на Новый год довольны. Конечно, довольны. Спасибо большое нашим гостям. Спасибо. Вот такое вот новогоднее чудо в начале ноября у нас в студии прямо сейчас в прямом эфире. Еще раз напомню, что помимо главного ставропольского Дедушки Мороза, у нас в гостях была Мария Бондаренко, специалист фонда социальной поддержки населения по связям с общественностью. Мы пообщались на тему акции, точнее проекта, благотворительного проекта «Вместе теплее». Принимайте обязательно участие, следите за информацией также на сайте своего ТВ. Спасибо вам большое, уважаемые гости. Спасибо вам. Ну что же, мы продолжаем. Смотрите сегодня вечером свое ТВ, и вы точно не пропустите. В 17.30 премьера на своем ТВ, историко-мистический сериал «Эффект Багарне». В 18.30 в программе «Прямой эфир», как всегда, интересные гости. Не пропустите, разговор будет о респираторных заболеваниях, вакцинация, грипп, осложнение, профилактика. В 19.30 главные новости Ставропольского края в информационной программе «День». В 21.30 болеем за наших чемпионат России по гонболу. Ставропольский клуб «Динамо Виктор» сыграет с лидером чемпионата московским «Спартаком». Ну что же, уже 1 ноября завершился прием заявок на лучший музыкальный проект студенчества «Универвидение-2017», который пройдет в Сыктывкаре. На конкурсе соберутся талантливые студенты, исполнители со всей России, которые примут участие в мастер-классах от федеральных экспертов, а лучшие из лучших станут финалистами проекта. Гран-при у нас в гостях участники этого замечательного шоу, даже можно не побоюсь такого слова. Это обладательница гран-при студенческой весны Ставрополья 2017 года Татьяна Хуторная из Аграрного университета. Все правильно? Да. И вице-мистер студенчества Ставропольского края 2017 Евгений Иваненко, представляющий Северокавказский федеральный университет. Здравствуйте. Все правильно? Да. Ребята, расскажите, что за универвидение, что это такое? Ну это национальный музыкальный студенческий проект, очень престижный и популярный в нашей стране. Первый раз проходит он или уже был? Уже, по-моему, я видел, что 15-16 год точно, а до этого, не знаю, я новостей не видел. Я правильно понимаю, что формат немного все-таки отличается от Евровидения, которое мы все привыкли смотреть по телевизору? Конечно. Ну не настолько масштабно, но в принципе в плане, скажем так, студенческого мировоззрения, то это такой значимый нашел. Я не веду, отличается тем, что люди не только, они просто выходят на сцену и поют, представляют свои регионы, но и вот есть какие-то мастер-классы, обмен опытом каким-то. Это работа с хореографами, работа, скажем так, с профессионалами, команда экспертов. Ну то есть это тоже будут полноценные номера, то есть не просто вы вышли, спели песню, а подтанцовка, в общем, все по-настоящему, все как полагается. Скажите, номера у вас будут разные или это вот вы вдвоем дуэт, у вас один номер? Нет, мы разные номера у нас, мы каждый представляем свой вуз. Я так понимаю, что вы представляете не только вузы, но и Ставропольский край в целом. Естественно. Как так получилось, что это именно вы? Был отбор внутри вуза, скажем так, нужно было подать заявку, записать видео, скажем так. Ну вот, отснял видео, отправил и буквально вот вчера мне сообщили о том, что я прошел дальше. Такая же ситуация. Такая же история, да, я понял. Ну смотрите, ребят, вот если мы привыкли, да, что на Евровидении исполнение исключительно авторских песен происходит, здесь какова ситуация? Тоже авторские песни? Я думаю, как хочет, на самом деле. То есть можно просто спеть какую-то любимую песню? Любой репертуар, да. Ну, в общем-то, какие у вас цели? Победить? Конечно. Только победа? Достойно представить свой вуз, край. Уже определились с репертуаром, что будете исполнять? Ну, почти. Почему почти? Ну, еще нужно доработать там какие-то моменты. У меня все готово. А доработать что именно тогда? Расскажите. Ну, образ. Образ. Ну, то есть, я имею в виду сама песня уже выбрана? Ну, там несколько песен. Там же несколько конкурсных прослушиваний, и потом тебя отбирают в финал только. И на прослушиваниях разные песни? Да, разные материалы. Это так надо или это исключительно ваш выбор? Нет, так нужно, так нужно, по правилам. Просто вот на Евровидении, насколько знаю, с одной песней и вперед. Нет, там в условиях конкурса три песни. Этапно, скажем так. Победителей будет определять жюри или это будет голосование? Жюри. Жюри и народное голосование в социальных сетях ВКонтакте. В общем, в финал проходят 12 человек. 10 человек проходят по отбору, скажем так, который жюри выбрало. И два человека, это будет народное голосование. То есть, вот, скажем, вот такой регламент. Ну, давайте так, я вот уже заинтригован, вижу, с гитарой пришел Евгений, не просто так, наверняка. Жень, что за песня? Открой нам секрет. Так, ну, если честно, я собирался сыграть песню на гитаре, но вот буквально полторы минуты назад у меня лопнула струна, когда я распевался, скажем так, поэтому, ну, давайте я спою акапелло, скажем так, да. Ну, друзья, я, в общем-то, тогда передаю студию в ваши руки. Хорошо. Нет, вот режиссер подсказывает мне, что пока не передаю, но все равно слово передаю точно. Евгений, прошу. Ты сейчас, наверное, спишь, смотришь вновь повторы. На листах московских крыш я рисую море. И в него бросимся мы с головой, и со дна до нас поднимет вверх волна. Ну и пусть утро смоет красогрусть. Я вернусь, я вернусь. Ну, в общем, я вернусь и спою попозже, да. И будем надеяться, что вернешься с победой, Жень, обязательно. Хорошо, постараемся. По крайней мере, мы этого желаем, вот прям двумя руками за то, чтобы вот такой красавец победил. Спасибо. Ребят, не могу еще не спросить, вокалом занимаетесь профессионально, или это вот просто от природы данные, немножечко их развили? Ну, у всех, наверное, своя история. Я вообще начал петь относительно недавно. Я не из Ставрополя, скажем так, приехал сюда, и мне, скажем так, посчастливилось выступить в одном из конкурсов университетских. Мне предложили потом участвовать, точнее, вступить, скажем так, в ансамбль. Немножко попел там, и потом начал петь уже сам, участвовать в различных конкурсах. Ну, и, как бы, скажем так, пошло-поехало. Развитие, да, началось? Развитие, да, началось. Таня? Я занимаюсь вокалом с третьего класса. То есть с малых лет, да? Вот, закончила музыкальную школу по двум отделениям, фортепиано и вокал. Здесь в Ставрополе или... Нет, я родом из Камызяка Астраханской области. Вот как? Да. Ну, Камызяк известен веселыми ребятами, скажем так, да, КВНщиками, но вот теперь еще будет известен, ну, как минимум, нам, а я думаю, что как максимум всей стране будет известен замечательной певицей, вокалисткой Татьяной. Дай бог. Тань, да.